С появлением ребенка у женщины развиваются нечеловеческие способности. Видеть в темноте, слышать сквозь сон, ходить бесшумно и не спать сутками. Просто мы с вами супергероями настоящими становимся. Но далее мы поговорим о том, что поможет мамам в декрете потом, когда ребенок подрастет, вернуться к нормальной жизни и к работе, на которой не нужны суперспособности, а нужны хорошие, современные, профессиональные навыки. В нашей студии прямо сейчас расспросим об этом заместителя директора Центра занятости населения города Тюмени и Тюменского района Александра Каухмана. Александр Александрович, добрый день, милости просим. Присаживайтесь за нашим столиком. Ну и вопрос-то первый, знаете какой? А зачем? Мама из декрета по трудовому кодексу обязана вернуться на свое рабочее место. Работодатель должен это место предоставить. В чем проблема? Нету проблемы? Как раз есть проблема. Как правило, мамы, которые, значит, длительное время были в декретном и отпуске по уходу за ребенком, а это около трех лет, значит, имеют существенный перерыв в работе. Поэтому для того, чтобы повысить уровень образования, их профессиональные квалификации, с тем, чтобы они легче адаптировались после длительного перерыва, значит, и вот существует такая программа. Кроме того, значит, мамы могут получить профессию и по другим специальностям, значит, которые они могут, так сказать, осуществлять как на своем предприятии, так и на другом предприятии. То есть мы говорим не только о переквалификации, но и о получении новой профессии, да? А кто имеет право воспользоваться этой программой? Значит, этой программой могут воспользоваться две категории женщин. Во-первых, женщины, которые имеют детей в возрасте до трех лет, которые, значит, имеют трудовые отношения с индивидуальным предпринимателями, работодателями, значит, всех форм собственности, и которые имеют желание выйти, так сказать, и осуществлять трудовую деятельность, а также незанятые мамы в возрасте, имеющие детей в возрасте до трех лет. То есть безработные, по сути? Да, безработные, да. А какие специальности востребованы среди наших мамочек? Ну, специальности различные. Если мы берем, значит, профессиональное обучение, то это портной, швея, значит, торговый агент, торговый снабженец, другие, так сказать, профессии, маникюрша, парикмахерша. Прикладные такие, да. Если мы имеем в виду, значит, повышение квалификации, то это, как правило, управление персоналом, программы дальше, значит, программы, значит, менеджмента, так сказать, далее программы предусматривания, да, бухучет, далее, так сказать, идут специализированные программы. Это, например? Это, значит, автокад, значит, грандсмета, значит, и так далее. То есть это для тех мамочек, которые, так сказать, имеют соответствующее строительное образование или проектирование и так далее. Скажите, а как долго длится программа обучения и какие документы по итогам обучения выдаются? Программа длится, значит, от 10 дней до 3 месяцев. При условии, что, так сказать, заключаются договоры с образовательными учреждениями, которые имеют соответствующие лицензии, значит, мамам выдаются свидетельства, установленного законного образца. Государственного образца, да? А с какой периодичностью эти курсы проходят? То есть они, там, каждый месяц наборы идут или по мере сбора группы? Курсы проводятся в течение года. Разбивка идет по квартальной и примерно, значит, под сформированные группы. Примерно группы формируются до 10 человек. И поэтому, значит, как только группа сформирована, так, так сказать, уходит на обучение. А вот эта программа, она сколько уже существует? То есть сколько женщин прошли через нее и сколько реально, так как-то жизнь свою там поменяли, не поменяли, сколько она помогла? Эта программа у нас существует с 2011 года и порядка 770 женщин воспользовались этой государственной услугой. Скажите, а вот после того, как женщины пройдут переобучение, служба занятости как-то помогает? А может быть, новое место работы найти? Да, конечно. Все, так сказать, вакансии, значит, к их, так сказать, распоряжению. Значит, кроме того, значит, мы осуществляем, так сказать, подбор необходимых, так сказать, вариантов работы. Поэтому мы, в общем-то, сопровождаем женщину. Не бросаете ее после того, как вручили документы государственного образца. А какие-нибудь, знаете, мотивирующие истории такие, хорошие, когда женщина действительно прошла этот курс, и у нее жизнь там, я не знаю, поменялась? Ну, вот на памяти такая история с прошлого года. Три молодых мамочки, у нас они в одном потоке, значит, учились на парикмахершу. Значит, после этого все трое, значит, арендовали салон красоты, где начали, так сказать, новую свою деятельность с нуля. И, как нам представляется, весьма успешно. А если кого-то сейчас наш зацепил разговор с вами, куда звонить, куда приходить, куда обращаться? Ну, у нас, так сказать, телефоны все известны, мы их все, так сказать, предоставим. Поэтому, значит, центр занятости, кабинет 210, собственно говоря, значит, отдел профессионального обучения. Всех мамочек в декрете. Еще раз напоминаем, что в декрете можно, декрет можно проводить с пользой для дела, можно получить в декрете новую профессию, а не только суперспособности, о которых мы с вами говорили в самом начале. Александр Александрович, спасибо вам большое. Спасибо. Побольше вам работы в этом плане хочется пожелать. Обращайтесь. Ну, мы продолжаем. У нас там будут встречаться сейчас формулы. Формулы с пятеркой. С первоклассниками говорят про формулы, потому что они занимаются не простой арифметикой, а ментальной. Руководитель Марина Головина раньше в доп. образования учила детей робототехники. Когда решила открыть свой бизнес, сомнений не было. Ментальная арифметика. Во-первых, она развивает реакцию память внимания школьников. Во-вторых, такого в Ярково еще не было. Я вижу результат, я вижу, что им это нужно. И когда я получаю какие-то там хорошие отклики от родителей, которые говорят, что мы не могли считать в сентябре, сейчас мы наконец-то считаем. Это вообще мне бальзам на душу. Марина открыла бизнес в прошлом году с помощью программы «Самозанятость». Средства, а это более 117 тысяч рублей, потратила на оборудование. На эти же цели ушел грант и Дмитрия Батурина, тоже участника проекта. Он принимает заказы и монтирует пластиковые окна. Раньше работал зам директора филиала компании, которая также занималась окнами. Предприятие закрыли, а в центре занятости Дмитрию предложили открыть свой бизнес. Согласился и не прогадал. Мы здесь одни из таких крупных по продаже установки именно нашей продукции. Поэтому это уже было наработано, уже сам, как самостоятельный руководитель. Ну и, конечно, когда на себя работаешь, поинтереснее, поприятнее это все дело. Ежегодно в Ярковском районе по программе «Самозанятость» открывают свой бизнес в среднем 6 человек. После получения гранта еще некоторое время они остаются под контролем центра занятости. Стараемся выезжать, чтобы посмотреть на месте, как это все происходит. Участие в этой программе, оно длится два года, обязательное участие два года. Если же закрывается гражданин до истечения этих двух лет, то, конечно, тогда ему денежные средства, которые он получит, придется вернуть. В районных центрах занятости существует вот такой перечень услуг по программе «Самозанятость». Конечно, в каждом муниципалитете он разный. Все зависит от того, какие виды деятельности востребованы на территории. Что касается Ярковского района, в этом документе 35 позиций. И вот что интересно, многие из них свободны. Ну, например, предпринимательство в части рыболовства, производство текстильной продукции или, например, оказание гостиничных услуг. Возможно, эти ниши закроют. В центры занятости снова и снова приходят селяне, готовые стать предпринимателями. Это был сюжет из Ярковского района, но программа «Самозанятость». Она работает по всей области. Это прекрасная возможность попробовать свои силы в таком нелегком, но очень интересном направлении, как собственный бизнес. О бизнесе мы будем говорить и далее же, но о бизнесе женско. Смотрим. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова